Добрый день! Куда вам ехать? А? Кому? Кьюки на день рождения? А адрес? Хорошо, поехали! Добрый вечер всем! Сегодня у нас радостное событие. Угадайте, кому сегодня два годика. Я даже не буду показывать пальцем. Нашему юкинушке два года. Нашему красавцу, нашему сумасшедшему мальчику, самому-самому любимому, белоснежному принцу Аджаре два года. Два. Да? Ой, камера уезжает. Камера уезжает. А нам два годика. Ровно год и девять месяцев назад к нам приехало вот это вот чудо. Я вам сейчас расскажу историю, как это все происходило. На Новый год я себе сделала подарок в виде друга и купила малыша. Теперь у меня замечательный преданный друг. Чёрненький мой, красавец, он под столом лежит. Потом, значит, я так подумала, а почему у меня друг есть, а у мамы его нет? И начала выбирать ей собаку. Ей выбирать друга. И так вышло, что я это делала тихонько и маме не сообщила. Значит, я определилась с выбором. Сначала выбрала одного щенка. Ну, мне то есть сказали о том, что никаких проблем, никакого брака у него нет. И в последний момент, когда нужно было забирать щенка, эта барышня, у которой мы брали, сообщила, что у него проблемы с прикусом. Я говорю, так, мы так не договаривались, вы мне обещали, что никакого брака не будет. Она говорит, хорошо, тогда что мне делать? Я говорю, ну, как бы найти нового щенка. Проходит время, она говорит, я для вас нашла щенка. Прислала видео, конечно, умиление, но они милые, маленькие, они вообще просто бесподомные. И я отправляю маме видео и говорю, что у тебя появится друг. И тут начинается истерика. Мама не любительница собак была, то есть у нее есть печальный опыт с нашим пуделем, который вел себя неадекватно, который грыз все, двери сгрызал, обои сгрызал. И у нее после этого какой-то комплекс в плане того, что нет, собака не нужна, потому что, ну, ей кажется, что они все такие неадекватные. Я говорю, нет, у тебя будет собака, все, это решено, она, нет, я не хочу. Я говорю, что значит не хочу, я уже купила его, оставь себе, говорит. Я говорю, у меня уже есть, ты же знаешь, он будет твой, отправила видео, все. Конечно, умиление сразу, ой, какой хорошенький, но я не готова к собаке. Выхода никакого не было у нее, ну, то есть я ее по факту уже, перед фактом поставила. Пришел момент, когда Юки нужно было уже забирать. Мама говорит, что когда впервые его увидела, это была любовь с первого взгляда. Я вам скажу, знаете что, она его любит больше, чем меня. И за мной она так в детстве не смотрела, как смотрела за ним. Смотрит. Не смотрела, а смотрит до сих пор за ним. Да-да, не смотри на меня так. Юки, мой конкурент, которого я очень люблю. У Юки характер, знаете, такого ботаник с характером. В некоторых моментах посмотришь, ну, золото, ну, просто какой-то неземной ангел. Неземной ангел. Ну, как только Юки выходит на улицу. Это дьявол, просто белоснежный дьявол на улице. Особенно, когда проезжают мимо велосипеды, скейты, ролики. Не знаю, что в его голове вообще происходит в этот момент, когда он видит на роликах, на скейте или на велосипеде людей. Но в нём что-то переключается, и этот ботаник становится монстром. Монстром. Да, Юкашка? Ой, золотой мальчик, мой хороший. Ну, я же люблю тебя. Ты же прелесть. Ну, бываешь иногда просто не в адеквате. Но мы их очень любим, обожаем. Во, кто-то прошёл, вот, смотрите. Спал же себе спокойно, ложись. Тебе помешали, да? Тебе помешали люди, да? Надо разобраться с ними. Юки фас. Так и живём. Так и живём. Ну, что такое? Что за ха-ха? Ха-ха. Всё, ложись отдыхай, ложись. Ложись отдыхай. Юкашка. Юкашка. Как кто-то из подписчиков назвал его Юкинку. Кстати, мы его называем Юки. Это японское имя, которое в переводе означает «счастье, снег». Называемо Юкин. Юкин – это у нас, типа, турецкое имя. Юкаш – это поляк. Юкинка – это хохол. Юкидзе – грузин. Был такой момент, когда мама приучила его прям, ну вот, садить его на диван, и он с него не спрыгивает. Она идёт убирать, а он с дивана не спрыгивает. То есть, ему нужна была помощь для того, чтобы спрыгнуть с дивана. Он ждал маму, пока она к нему подойдёт и его снимет. И она это так посмотрела. А мой малыш, он такой активный парень. Джугит, прыгает везде, то там, то здесь. А Юки сидит. Юки сидит и вообще не двигается. То есть, ступор, ступор, да, мамочка пока не снимет, никуда не двинусь. Я говорю, так, это что-то ботаников здесь вырастило мне. Ну, сейчас, Юки, я из тебя сделаю паркуриста. Лучше бы я этого не делала. Он летает по всей квартире. Он летает по стенам, по нам, по дверям, по потолкам. Это не ребёнок. Это просто... Это я не знаю, что это. Ну, уникальный парень, уникальный, говорю. Сочетание ботаника и монстра в этом прекрасном создании, оно поражает. Хэппи берернады Цую. Не-не-не, нельзя кушать. Хэппи берернады. Ди-юкаш. Хэппи берернады Цую. Эээ. Тебе другое будет. Это для антуража, ты понимаешь? Юкин, да, да, ты сегодня именинник, ты сегодня у нас красавец. Что ты хочешь сегодня? Вкусненького? С сырка придем домой, я тебе дам сырка. Давай сейчас, разберись со всеми, да. Разберись со всеми, да. Монстр прям. Вот такая защита у нас дома, да. Хекающая. Кушай, кушай. Ладно, покушай чуть-чуть. Знаете, я могу вам сказать, что наши мальчики, они наша радость. Они нас радуют с самого утра, поднимают настроение. Их игры, их любовь, ласка по отношению к нам. То, как они нас встречают, то, как они нас провожают. Всё говорит о том, что они нас любят любых, в каком бы мы состоянии не были, в каком бы настроении мы не были. Они нас будут любить, обожать. Они очень разные по характеру, ёлки и малыш. Но они настолько друг друга любят и обожают, что они друг у друга, даже как люди, которые общаются достаточно долгое время, перенимают привычки друг друга. Вот точно так же происходит у собак. Это очень удивительно и необычно для меня. А у них ведь практически всё, как у людей. Только любят они искренне. Именинник, именинник. Юкаш, Юкинушка, Юкинушка. Юкинушка, где твоя мама? Ой, девочки. Преданнее, чем собаке, наверное, никого нет. Вот просто нельзя даже на секундочку уйти. Они нервничают, переживают. Да. Сейчас мама придёт. Юки, Юки, мама сейчас придёт твоя. Да? Посмотрите, как он наблюдает за своей мамой. Сначала он здесь стоял, ему было видно, как она там ходит. А сейчас она на кассе стоит, ему плохо видно, так он подвинулся. Видите? Почти на краю стоит. И с поля зрения не выпускает. Сейчас идёт уже, Юки. Уже идёт твоя мама. Идёт твоя мамочка. Сейчас уже придёт. А ты чего кряхтишь? Ты чего кряхтишь? Я же здесь. О, идёт, идёт, Юки. Идёт мама. Мама идёт. Мамочка идёт твоя, да? Смотри, она уже сейчас идёт. Мамуля твоя, да? Юки. Юкошка. Идёт мама. Ура, мамуля идёт. Ю-ху. Мама твоя идёт. Мамочка, да? Твоя мамулечка идёт. Мой золотой, дождался. Юки, иди сюда, а то упадёшь. Идёт. Всё, дождался? Дождался. Дождался, мамочка. Дождался, мамочка. Красавчик. Всё? Юки, у тебя день рождения, малыш. Нам два года сегодня. Юки, нам два годика сегодня. Давай, загадай желание вместе со мной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Юки, чтобы ты был счастлив, здоров, чтобы твоя любовь была безгранична по отношению к нам, а наша по отношению к тебе. Ха-ха! Юкаш! Ура! 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 Малыш, малыш, не бойся Идите, я угощу, идите Угощение для гостей На, малыш, на Вот так Угощение для именинника Сыр, это самое святое у нас в доме, да? Держи Сегодня можно всё Сегодня можно всё Вот скажи мне, ты мне друг или нет? Я хочу просто знать, да? Ты любишь меня или нет? А? Юки? Не бойся, Юки, это я, это твоя мама Я, я Человек собаки друг Человек собаки друг Это знают все вокруг Юки, зачем ты пригласил меня на день рождения, если ты не хочешь со мной общаться? Я просто понять не могу Почему ты всё время хочешь убежать куда-то? Будьте добрее к своим любимым животным Любите их Балуйте их Ведь они этого заслуживают Потому что они дарят нам свою преданность Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok